Ночь в музее – отличный повод прийти на праздник всей семьей. Ивановский музей камня предусмотрел в программе развлечения и для малышей, и для взрослых. Деток поменьше еще на улице ждали аниматоры, которые предложили им поучаствовать во всевозможных играх. Ребята постарше могли вдоволь полазить по большим валунам во дворе музея. Для посетителей открыли все выставочные залы. В отделе краеведения можно даже было примерить на себя пионерский галстук-пилотку и подержать в руках настоящий горн. Если в прошлом году в музее камня была мистическая ночь, то на этот раз сказочная. Все наши мероприятия так или иначе связаны со сказками. И первый жар птицы, и каменная мозаика, и сказочный волшебный скрабукинг, и сказочные экскурсии и так далее. То есть все мероприятия связаны именно со сказками. Планетарий в этот вечер тоже работал. Состоялось три дополнительных сеанса, но места на них были забронированы еще задолго до начала акции, что неминуемо разочаровало некоторых гостей музейной ночи. Те, кому все же повезло оказаться под куполом, не пожалели, что провели этот вечер именно здесь. Я давно слышал, что планетарий у нас появился в музее, но мне не удавалось в него попасть. А вот благодаря ночью в музее я смогу его посетить, и я думаю, я получил очень много интересных знаний и увлекательных эмоций. А еще в эту ночь можно было посмотреть на геологические шлифы, срезы пород под микроскопом. Причем интересовались этим не только дети, но и взрослые. Увиденное напоминает причудливый цветной калейдоскоп. Для специалистов микроскоп – это незаменимый рабочий инструмент, с помощью которого безошибочно можно определить состав горных пород и название минералов. Обычно молоток вот такой вот он берет геологический. Вот это его незаменимый инструмент и оружие, да, геологическое. Им отбирают образцы пород, минералов. Потом для того, чтобы определить состав, минералы, которые отбирают, здесь маленькие пробы. И делают из них вот здесь вот шлифы, которые мы сейчас и смотрим под микроскопом. А еще музейная ночь была богата на всевозможные мастер-классы. Так, например, ребятам предложили сделать роспись на камне акриловой краской. Дети отмечают, рисовать на минералах гораздо интереснее, хотя и труднее. Сложнее, чем на бумаге, потому что есть камни неровные, карандаш скачет, краска неровно ложится. А так, в принципе, обычно. Так как у нас тема сказки, мы расписываем, ну, как хозяйка медной горы, ящерка на камне. Золотой краской рисуем, потом, ну, сначала карандашом, потом золотой краской, а потом расписываем черной ручкой и черным маркером. По предварительным данным, на ночь в музей камня пришли 450 человек. Не меньшее количество ивановцев заглянуло и в музей про мощность искусства, где всероссийская акция по традиции началась с выступления духового оркестра Ивановского института ВПС МЧС. Пройти мимо такого зрелища смог не каждый. В Краевеческом музее в этот вечер состоялся стилизованный светский прием рубежа 19-го и 20-го веков. Поэтому совсем неудивительно, что в белом зале звучала классическая музыка в живом исполнении. Проникнуть с атмосферой бала помог и арт-показ исторических костюмов, созданных на кафедре конструирования швейных изделий Политехнического университета. Подлинные наряды Иваново-Изнесенских модниц того времени можно было увидеть и в экспозиции. Здесь вот есть костюмы и 20-х годов, и нулевых годов, то есть эпохи модерна, и более ранние костюмы, которые когда-то собирали, приобретали из семей, даже передавали на кафедру, которые сегодня, очевидно, служат такими образцами для студентов. Но даже я сегодня в оригинальном костюме своем собственном, который моей бабушке принадлежал. И мы предлагали, приглашали наших гостей, чтобы посетители сегодня тоже приходили в костюмах любой угодной им исторической эпохи, будь то даже это 90-е годы, например, 20-го века. Ну а какой же светский прием без бала? Участники студии исторического танца Макама показали ивановцам, какие танцы были модными на рубеже веков. А еще посетители смогли познакомиться с самыми популярными в то время салонными играми, за которыми коротали вечера нашей прабабушки и прадедушки. Это пазлы, фанты, шарады. Кстати, фанты касались музейных экспонатов. Посетителям предстояло угадать, что за предмет скрывался за интересным описанием. Дорогой элемент аксессуара, который позволял барышне наблюдать за объектом своего обожания, не выдавая за себя. Просто многие посетители обращают внимание на него, но очень интересный. Это веер зеркальца, которому девушка могла следить за тем, кто сплетничает у нее за спиной, что делает ее кавалер. А кроме того, пускай солнечные зайчики на понравившись молодого человека, так как залы для баллов тогда были большими, а этикет запрещал открыто выражать свои предпочтения. А еще нередко на светском приеме можно было увидеть художника за работой. Надежда Пророкова на глазах у посетителей делала наброски с натуры. В поле ее зрения попали астрономические часы, которые художница нарисовала на фоне синего неба. Я подумала, раз часы астрономические, то неплохо бы поместить их под небо. Это будет звездное небо, когда я закончу. Такой вот ход. Центральным событием ночи в Музее промышленности и искусства стало открытие в подземном переходе выставки из глубины веков. В экспозиции представили артефакты из археологической коллекции музея, которые долгое время не выставлялись на показ. Самым молодым экспонатом этой выставки 800 лет, самым древним в несколько миллионов. Посетители нашего музея смогут увидеть и ювелирные украшения эпохи мезолита, эпохи бронзы, женские украшения, орудия труда, и достаточно интересные орудия из кости и других металлов. В проекте также участвовал археологический музей ИВГУ, в коллекции которого есть уникальный экспонат маска шамана, изготовленная из рога лося. Этот предмет является единственным в своем роде. Аналогов ему нет во всем мире. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Любовь Почерникова, Денисов, РТВ Иваново.